всем привет с вами urban media и я насыров рафаэль сегодня мы объясним вам что обозначают таблички с надписью укрытия на казанских домах узнаем что нужно делать в случае экстренной ситуации также опросим горожан в курсе ли они где находятся ближайшие к ним укрытия а пока мы это делаем подписывайся на канал и ставь лайк под видео в апреле этого года до нашей республики впервые долетели беспилотники после этого раис татарстана рустан мениханов в достаточно жесткой форме обратился к жителям и предприятиям региона мы должны быть готовы ко всем моментам которые сегодня присутствуют обращаю внимание руководителей то же самое донести до каждого предприятия это касается все какой бы собственность это не было безопасность людей вопрос номер один казани начали появляться таблички с надписями укрытия но как найти эти укрытия и как они обустроены на все эти вопросы нам поможет ответить представитель управления гражданской защиты мэрии казани здравствуйте сергей хайдарович расскажите пожалуйста нам сколько на сегодняшний день в казани есть укрытий у нас имеется убежище это убежище это не это по защитное сооружение которое предназначено для защиты в том числе и от оружия массового поражения ядерного оружия радио химического и так далее терагическое они как правило располагаются на тех организациях и предприятиях которые будут продолжать работу военное время и где будут и предназначены для укрытия наибольшей рабочей смены работников теперь мы говорим о населении города казани да в том числе и нерабочей населения как она будет укрываться где и каким способом вот для укрытия населения существует такое понятие опять таки укрытие то есть что такое укрытие это любое загубленное помещение или какое-то либо подземное пространство укрытие вообще предназначен для защиты от поражающего воздействия фугасных и осколочных снарядов ну и в том числе и строительного осколков и так далее которые могут быть превышение в укрытиях может укрыться до 82 процентов это где-то жилых помещениях это подвальных помещений живых домов паркинги это значит станции метрополитены поддельные переходы 82 процента порядка где-то 17 процентов будет укрываться в убежищах и 1 процент это где-то в станциях метрополитены мы на этом этапе значит проработали в городе казани вернее отработали в городе казани почти 6000 подваров многоквартирных домов сожалению новые новые дома которые строились там вообще не было предусмотрено эти дома не предусмотрены для укрытия вот из чего исходили смотрите радиус укрытия для укрываем до значит рекомендуемые это 500 метров то есть пара вот находится укрытие и 500 метров понятно в тех домах где нету соответственно не пойду туда где есть 500 метров ну исключительно в случае допускается и один километр многие и меня и меня спрашивают а почему вот у нас у кричи так далеко ну к сожалению просто нету другой возможности либо мы предусматриваем опять-таки станции метрополитена если рядом это подземные переходы более того решается и тоже будут принято как укрытие то любые другие помещения подвальные которые могут тех самых торговых центрах допустим да или один настоящее какое-то здание техническое там имеющие цоконный или подвальный этаж планируется оборудовать подвальное помещение под укрытие прежде всего речь идет о тех помещениях где можно разместить людей но готовы ли они и в каком они состоянии мы находимся в советском районе на проспекте победы и вот как раз табличка с укрытием как я и говорил сейчас специалисты покажут нам само укрытие может быть невнимательно смотрел но мы по проезжей части ехали какая разница и про и чести ты правильно заметил ты должен должен быть в каждом доме по им прошлом году говорили жителям города казани в каждом подъезде делали вот такие плакаты и сказали посмотрите вот это плакат совсем по-другому это не прочитаешь слишком много информации здесь тоже много информации выжатые вот при получении сигнала что должен делать житель этого дома вот четко написано услышав сигнал вынимаем всем ночью то есть гудить что-то гудить вы что делаете проснулись включать телевизор для получения информации об экстрем сообщении кто-то будет говорить например или кто-то другой человек будет говорить что сложилась такая ситуация вы встали разбудили соседей второе отключили свет газ воду для чего что аварийной ситуации было закрыли фурочку с собой взяли документы необходимые которые вам покажу тревожный чемодан и укрыться ближайшее укрытие но перед тем как из дома вы выходите вы должны написать иванов петр иванович муж иванова святана сергеевна жена и ребенок артем 3 чак мы ушли укрытие номер один на двери должна оставить или медно написать или скотчем приклеить бумажку оставить должны вот так должно быть в каждом доме вот мы сейчас туда пойдем вы можете спросить любую вы старше подъезда дома старше вы да а почему у вас этого нет вы знаете что прошлом году вам раздали общение вы сможете спросить так да вот любой дом заходя каждый дом может почему у вас нет этого вот каждый человек когда созреет что такая ситуация вот эта женщина которая за что она же говорит я укрыл вас в этом подвале в том доме она знаю свои действия это другой ключ вот здесь будет дежурить человек это первым зашел вот вы значите первым пусть и получите жена и вы здесь люди спускаться вы будете регистрировать не обязательно паспортами что такое в какой квартире квартира номер один сискин его на что написано здесь востоковый супериор понятно здесь да то есть каждый житель должен будет здесь отметиться чтобы что он пришел да да что старший дома должен контролировать ситуацию 100 человек и стаса к человеку спустилась 78 одним из таких вот здесь было захламывали здесь было все вот управляющей компанией вы тут вычтили все практически вот 15 машин хлама здесь инструменты должны быть лопата лом для чего для того чтобы дом разрушится вы же не будете бесконечно сидеть здесь нормально 3-4 мужика встали говорят мужики чё будем делать дверь завалят вы начинает аккуратно начинает ломать уже понятно все подвальные помещения не так не образом здесь на пусть окна есть но в крайнем случае вам можно закрыть если тут тоже будет завал нет мы поэтому приготовили что страшнее был завал пески не вот туда с той стороны закладывать он должен быть за герметичным должен быть вот это мешки приготовлен для того чтобы с той стороны да хорошо а вы показываете нам сейчас помещение скажите а должны управляющей компании по запросу жителей в обязательном порядке проводить какой-то инструктаж или показывать помещение старше я старше дома я должен своих жителей но не всегда же получится всех вместе собрать все важные кто не придет ты пришел ты должен сказать ему при получении сигнал ты спускаешься сюда ключи находится вот там у охранника все понятно да вот ты спустил сюда вот для тебя сиденье вот тут твое место вот тут ты сел и будешь сидеть ждать дальше команда дальше идем сюда одним из таких вариантов вариантов укрытие должно быть два выхода вот у нас первый выход вот второй выход там два запасного выхода да насквозь один этих вариантов вот здесь должно быть для в этом доме в этом доме есть женщины которые только родили вот она спускает для ком-то для матери ребенка чтобы могла эта женщина покормить своего ребенка здесь и да да если вдруг если вдруг отключить свет вот они здесь поставили фонарики фонарики сядут вот есть свечи то есть на время хотя мы здесь планировали только хотя бы на сутки хотя бы укрыть один из вариантов из вариантов биотуалета мы поставили сюда потому что если вот такой туалет вот ты можешь сказать они и скобинки вы смотри есть бумага туалет электричный насос станции то есть он будет водопровод насос да нужно будет качать если мы говорим если не будет электричества туда остается биотуалет вот должна быть техническая вода очень предусмотрена техническая вода но они будут отключить надо и питьевая вода питьевая вода из расчета 3 литра на каждого человека если 100 человек значит может быть 300 литров воды здесь у них это все есть здесь а если человек не узнает где находится укрытие что ему делать ха вот как раз мы об этом должны сейчас говорит что прошлом году мы показывали вот этот подвале помещения сделал вот как пока бросок да сейчас нужно спросить другие управляющие компания у вас все готово что прошло года что сделали а где где поставили задачу ничего не выполнен до сих пор то есть о состоянии укрытие нужно требовать управляющей компании чтобы все сильно да хорошо управляющий компании скажу меня деньги тогда старший дом должен сказать собрать вас сказать ребят давайте почистить здесь мы сюда должны укрываться что должно быть давай я покажу это идеальным варианта сделано первым чемодан здесь очень много я но вы должны взять продукты питания собой вот здесь такие сухие пайки вот у меня хватает на сутки так как раз емко там все есть практически здесь полный набор приготет завтрак и ужин он стоит 650 рублей она сколько дней на 1 на день и хорошо обязательно вода должна 3 литра вот вода есть да там согласно методической рекомендации написано у тебя должно быть фонарик это водонепроницаемый когда фонарик выключается давно не проверял уже ну в любом случае его можно настроить да он будет работать и также смотрю телефон верно и телефон должен быть до зарядка телефонами работы тут есть просто я положил показать есть да а что в рюкзачке сейчас покажу дальше дальше должно смена белье если вы с тобой поработали вот трусы макета может поменять дальше вот элементарные ситуации респираторы такие раньше были сейчас такие не используются уже да вот сейчас они спасут от чего от атомника от всего от всего вот есть такие новые противогазы спряты алина для каждого возраста вот так хочешь ты можешь ее взять если хочешь если такие есть газозащитная газодека называется если пожар будет полноценный противогаз это полноценный противогаз я не могу открывать потому что есть вот так это не газозащитная противо ой есть вот такой противогаз самый самый современный самый современный вот здесь написано чего он защищает от атомника от нитриты фториста водорода хлор большие спектры да это самый современный противогаз который существует на сегодняшний день российской федерации вот он такой ее можно достать прекрасно ну тут точно я для своей семьи для себе купил такой для жены и для тещи три комплекта у нас вы тоже храните их дома на случай если что они у меня у нас подвале у нас подвалы мы проверяли распускались вот они достаточно дорогостоящие удовольствие ну если хочешь будет такой можно взять так дальше я начал респиратор показалось да сюда полотенце ложки необходимо же то что там продается рюмкой только спичка на всяк случай медицинская птичка для вас не такое обязательное потому что попадал такие ситуации мне нужно было оказывать помощь я всегда с собой нашу вы если болеете сердце у вас болит что вы должны какие таблики с собой должны взять корвалолу на ничем да валидол да и все не обязательно вам такое здесь у меня в аптечке это не указано это для каждого человека индивидуально вот если у тебя сердце варит ты же не будешь а по носу брать верно все вот здесь у меня он комплектронов вот и до согласно методической рекомендации тут все есть это я так думаю спирт да все правильно на всяком случае так это если придется ночью вот холодно будет это ты прибежал в рубашке в школу будет для себя я взял спарный мешок на всех случаях но можно одеяло можно взять так и и и я вот положил такой тоже одеяло это но только в лесовременно уже можно такой вариант и такой вариант можно холод здесь не грозит да и и какие документы должно смотреть там написано согласно методической рекомендации должна карточка почему-то не знаю и я положил две тысячи рублей платежная карта и наличные наличные на всяк случай какие документы должно быть копия паспорта военные билеты копия купе трудовой книжки и 12 штук вот я все копии положил сюда доверены полис все это есть это у каждого человека должна быть но не таком объеме может быть это не обязательно сделаем я как бы образцово показательный вот для простого человека не обязательно такой мысли за счет вот такой может купить он 500 рублей стоит еда 400 рублей вода и лекарства все больше ничего не надо это у меня идеальный вариант показан здесь для каждого человека вот у меня друзья из донбасса приехали в каждом каждой квартире для каждого человека вот такой тревожный чемодан сумка портфель у всех у комплектом стоит а хорошо а расскажите пожалуйста примерно на сколько по времени рассчитан вот этот вот чемоданчик сколько можно вот я могу могу трое суток могу прожить трое суток но если взять еще побольше брикетов для воды то увеличится да прекрасно спасибо вам большое теперь мы все знаем что должно быть в укрытии и как себя нужно вести как еще работает система опровещения в городе чтобы управляющей компании знали что 12 часов осталось и нужно приводить помещение в порядок если вы услышали будучи на работе во дворе дома вои продолжить львое это примерно где-то порядка трех минут и буду периодически повторяться до привести вой сирена также будет это поддерживать предприятие организации где имеется гудки которые тоже будут гудеть течение трех минут все вы услышали что это означает сейчас есть один единый сигнал он называется внимание все вот этот бой сирен означает внимание все более того вот вы получаете сообщение до прогнозе на воду и так далее то есть еще будет население параллельно оповещаться вы получите ссс о том что идет сигнал внимание 7 ваша задача сразу же на работе ли вы дома включите телевизор или радио прием через некоторое время небольшое будет пойдет комментарии то есть прервутся радиовещание есть у нас такая возможность прервается радиовещание телевизионное вещание и значит идет сообщение там уже конкретно говорят какая опасность если это воздушная тревога то говорят воздушная тревога кратко будет вам объявлены ваши действия допустим собрать вещи укрыться ближайшим укрытие расскажите пожалуйста когда будет в общем доступе карта цифровая карта укрытий мы хотим разместить этот список и возможно будет и карта госуслугах рт то есть в общем доступе карта будет не то что в общем доступе вы зарегистрировали чтобы попасть этот вы должны быть зарегистрированы на госуслугах республики Татарстан идти туда и соответственно увидеть список но имея ввиду имейте что там будут именно укрытия а не убежище потому что убежище это у нас категоривный объект и значит деятельности общего как говорится обозрение так далее это немножко иное простейшие укрытие так далее ну и напоминаю что очень много вопросов идет да вот сельхо дальше а мы живем в частном цирке наш домов нет куда нам бежать погреб по совершенно правильно вообще боже использует любое даже щель то есть если вы оказались где-то понятно некогда будет вам не карту искать и так далее любое укрытие любое значит даже в том числе если уже началась атака ложитесь каналу и не бойтесь испачкаться или ближе к бордюру закрываете руки головой вернее голову руками да и соответственно переждите эту атаку любое укрытие подземный переход и так далее так далее все что может все что находится ниже уровня земли главное лечь туда чтобы ваше тело хотя бы было ниже уровня земли это вас уже на 100 процентов обезопасить всего многоквартирных домах казани насчитывается 5461 подвал из них чуть меньше половины 2637 пригодны в качестве укрытия в частности соответствует нормативу не менее 1 квадратного метра на человека но 430 из них еще необходимо дооборудовать таким образом полностью готовых к использованию 2207 укрытий мы решили спросить местных жителей знают ли они об укрытиях здравствуйте расскажите нам пожалуйста знаете ли вы где находится ближайшее укрытие к вашему дому до укрытие мы видели то есть в какой-то день мы вышли и увидели что там у нас был подвал появился вот это вывеска укрытия и дома также есть указатель что данное укрытие в этом доме есть знаете что нужно брать с собой в укрытие вещи первой необходимости и документы каком районе вы живете вахитовский а вы знаете где около вашего дома находится укрытие здравствуйте расскажите в каком районе вы живете добрый день живу в кировском прекрасно вы знаете где около вашего дома есть укрытие в некоторых подъездах получается прекрасно а вы знаете как реагировать при экстренной ситуации добрый день расскажите в каком районе проживаете здравствуйте проживаю в кировском районе здесь кировском прекрасно а вы знаете где есть укрытие около вашего дома ну примерно предположение есть обычно это подвальное помещение то есть видел в инстаграме там выкладывали в социальных сетях а если бы вы хотели узнать точное положение укрытия куда бы позвонили ну позвоню в мчс уточнил бы у них где находится конкретное укрытие куда можно идти и что собой брать в принципе мы проехались по таким спальным районам как адмиралтейка жилка квартала горки азина чтобы посмотреть где есть таблички с надписью укрытия на всей улице чистопольской я увидел только одну табличку с укрытием а на проспекте победы было две таблички других районах к сожалению табличек я не увидел кстати я тоже не знаю где находится укрытие около моего дома давайте проведем эксперимент я позвоню свою управляющую компанию и посмотрим ответят ли они мне подождем я очень надеюсь что ответит мне очень интересно узнать информацию сейчас 1244 я не знаю когда у них обеденный перерыв но очень жаль что ж в другое время я обязательно позвоню и узнаю потому что это первостепенно необходимая информация так что и вам я тоже советую это сделать к сожалению моя управляющая компания не взяла трубку но сейчас мы попросим нашего продюсера чтобы он позвонил в свою управляющую компанию и узнал всю информацию здравствуйте я житель на обедичево 29 хотел узнать есть ли у меня где-нибудь поблизости укрытия проспект победы 139 да это жк победа 139 да это жк победа 139 да это жк победа понял а там куда нужно подойти дом какой корпус корпус третий то есть это куда-то вниз нужно идти да наверно а ключи как вот что как пройти все поймут это нужно как по сирене узнать получать сирену понял спасибо ну что ж друзья теперь вы знаете как нужно действовать в случае экстренных ситуаций что с собой брать куда звонить куда бежать и как ориентироваться в целом надеюсь вся эта информация останется теоретической и не пригодится вам жизни ставьте лайк полезной информации задавайте вопросы мы обязательно зададим их экспертам и вернемся с ответами с вами был urban media всем пока